приветствую друзья сегодня хотелось бы поговорить о поистине невероятном немецком высокоточном универсальном станке созданный известным инженером 50-х годов 20 века дюнтером ленина было создано несколько модификаций но мы затронем лишь самые интересные из них lz4s и mlz4s которые были наиболее распространены в то время станок оснащался довольно прочной тумбой изготовлены из толстых стальных листов в которой находился трехвазный двигатель и коробка передач способная выдавать 12 скоростей с числом оборотов в минуту от 13 и 5 до 3030 рычаги управления коробкой передач находились на передней стенке тумбы что довольно логично кроме этого в тумбе находился отсек с многочисленной дополнительной оснасткой также не стоит забывать что из того же листового материала изготовлен и лоток для сбора стружки на верхней поверхности тумбы довольно массивная чугунная станина носила на себя направляющей трапезоидальной формы с передней части как для продольной подачи так и меньшую для задней бабки задняя же часть направляющие плоские кроме этого для увеличения точности и надежности перед передней направляющей находится еще одна усеченная направляющая все это сделано из-за массивности фартука и перемещаемые им подача на передней поверхности станины находились три вала нижний из которых был связан с электрической частью и отвечал за включение и отключение станка рычаг управления находился с правой стороны фартука средний как вы уже поняли был ходовым валом и верхний ходовой винт такую компоновку можно заметить и у старших моделях токарных станков советского периода говоря о передней поверхности фартука то тут также можно заметить знакомые рычаги управления автоподачей реверсом естественно тут же находится и маховик ручной продольной подачи ну а выше уместилась рукоятка поперечной подачи и вы конечно же уже заметили что поперечная подача состоит из двух частей перемещающиеся относительно друг друга через соединение по типу ласточкин хвост для чего такая конструкция поймете позже на верхней поверхности фартука с правой стороны можно заметить хорошо читаемый индикатор резьбы ну и конечно же заливной отверстие для масла как и большинство профессиональных станков у лз была и малая продольная подача да еще и довольно длинная с возможностью поворота и линейкой с метрической и дюймовые делениями лимбы на большинство подачах оснащены были шкалами нониуса что опять же намекает на высокую точность обработки если опять вернуться к необычной конструкции поперечной подачи то конструкция из двух металлических плит была обусловлена наличием у станка конусной направляющей расположенной на задней поверхности станка и обеспечивающая массовое изготовление конусных изделий с идентичными размерами также немаловажным аспектом для серийной обработки высокоточных изделий является наличие упоров на обеих концах станины с микрометрическим винтом задняя бабка перемещающаяся по своим собственным направляющим имела уже знакомые рычаги управления однако довольно удобно на поверхности пиноли выгравирована шкала для чтения которой есть специальное окошко передний узел станка состоит из довольно необычной передней бабки коробки подач с небольшими шайбами управления скоростей подач и гитары которые отсутствуют у некоторых моделей необычность конструкции передней бабки состоит в наличии возможности установки на шпиндель не только кулачкового патрона но и цангового с возможностью быстрой смены цанг и обрабатываемой заготовки при помощи специального рычага на заднем конце шпинделя что также способствует увеличение скорости изготовления однотипных деталей кроме этого на заднем конце шпинделя находится стопорный винт позволяющий блокировать шпиндель с заготовкой в определенное положение под необходимый угол как вы понимаете этот механизм что-то вроде поворотного стола который помогает при выполнении фрезерных работ на станке на передней поверхности станка с левой стороны можно заметить рычаг включения вращения шпинделя и реверс а а и и и и и А с правой находится еще один рычаг подбора скорости вращения. Для некоторых из вас это может показаться минусом, но передача крутящего момента осуществляется при помощи плоского ремня и шкива, находящейся посередине шпинделя, что увеличивает количество хлопот при смене ремня. Стоит сказать, что каждый узел станка имеет собственный масляный резервуар, вплоть до самих подшипников шпинделя, ну и конечно же смотровое окошко. Говоря о дополнительной оснастке и возможности обработки, то кроме стандартных работ по точению металлических деталей с высокой точностью, у станка есть возможность установки на направляющей задней бабки ручного суппорта для ручной обработки мелких деталей из мягких материалов. Субтитры создавал DimaTorzok А закрепив шпиндели в фрезу, а на направляющей небольшой фрезерный столик, можно выполнить работы по вырезанию тонких листовых материалов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Довольно интересным является и тот факт, что для точения резьб в комплекте есть специальный резцедержатель. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ну а на этом у меня все, спасибо за внимание, всем пока!